Белые банты, цветы, особое настроение. Привычная атмосфера 1 сентября. Более 14 тысяч новарингойских школьников сегодня получили сигнал к началу занятий. Первоклассников в этом учебном году на 26 человек больше, чем в прошлом. 1484 ученика впервые сказали «Здравствуй, школа!». Те же, кто учится в старших классах, все чаще выбирают для себя профильные направления. В этом году продолжают работу «Газпром», «Роснефть», «Запсиб», «Комбанк», медицинские и кадетские классы. Открываются и новые направления – архитектура, строительство, дизайн, искусство и культура, химико-биологическая группа. А на базе новарингойской православной гимназии начинают работу профиль «Духовное наследие». С каким настроением прошел День знаний? В двух гимназиях побывали Надежда Печоркина и Андрей Мальцев. Ручейки цветов сливаются в реки, которые движутся к новарингойским школам. Уже завтра в них начнутся занятия с привычным режимом «Урок перемена». Сегодня в атмосфере праздника рассыпаны искры волнения. Запомнить имена учителей ей только предстоит. Для пятиклассницы Кати сегодня все в новинку. Ведь в городской гимназии она и ее ровесники будут младше всех. И с товарищами по классу Екатерина пока не знакома. Это очень волнительно, потому что я поступила в гимназию в пятый класс. Я не знаю, что будет, какие правила и очень волнуюсь. Их поддерживают улыбками и одобрительным шумом старшие школьники. Когда-то они сами также волновались, впервые входя в гимназический зал. Сегодня охотно принимают новые поколения, знакомят его с традициями, среди которых обязательно исполнение своего гимна. Слова на путстве от шефов. Руководство предприятий «Газпромдобыча Уренго» и «Газпромдобыча Ямбург». В подарок начинающим гимназистам танец от будущих выпускников и общее фото на долгую память. Выпуски 2016 и 2023 года вместе. Для кого радость, у кого смешанные чувства. Стояла, еле сдерживала слезы, потому что на самом деле сегодняшний праздник, сегодняшний день вдвойне волнителен, потому что мой ребенок выпускник. И я понимаю, что этот год пролетит опять же незаметно. И нужно успеть почувствовать вот эти последние события именно школьной жизни для того, чтобы ничего не упустить. Этот атрибут 1 сентября остается неизменным, хотя на службу в Новорингойские школы уже давно призвана техника высокого уровня. Новый учебный год. Время открытия в школах новых профильных направлений. Класс «Будущее вместе. Духовное наследие» впервые начнет работу в православной гимназии. Очень отрадно отметить то, что компания «Господобуча Уренго» социально ориентирована, реализуя многие социальные проекты на территории города, особое внимание уделяет будущему нашей страны. Это прежде всего вкладывая сегодня наших детей. Сегодня социально ориентированный проект газодобытчиков шагнул даже за пределы Нового Уренгоя и обосновался в Самбурге. Время подтвердило жизнеспособность этой идеи, в начале реализации которой не обошлось без сомнений. Но сегодня руководитель предприятия уверенно подписывает соглашение. Наша задача не обязательно приобщить и, может быть, привлечь именно к работе в «Газпроме» или непосредственно в нашем предприятии. Мы хотим просто проориентировать и показать, что вокруг есть еще и крупные предприятия, крупные газовые отрасли и сориентировать наших детей на выбор будущей либо специальности, либо выбор будущего направления своей жизни. За 18 лет работы гимназии – это первый в ее истории 10 класс, и все осознают важность события. Долгое время существования православной гимназии мы воспитанников наших учеников 10 классов были отпускать с ВЕС и школы. И для родителей, для детей это являлось неким стрессом, потому что всегда очень тяжело уходить из стен альманата, где все так близко одно из мухов. В новом профильном классе пока всего пять учеников, они немного смущены всеобщим вниманием. Но позитивные настроения на учебу есть у каждого, в том числе и у Владислава, который впервые пришел в гимназию. Я верующий человек, и в этой школе обучение будет лучше, чем в той, в которой я учился раньше, и в этой школе учится мой младший брат. Для градообразующего предприятия помощь православной гимназии – дело не новое, но за работу в совместном проекте такого уровня они берутся впервые. Это очень социально ответственный шаг руководства компании и всех работников компании, которые искренне, поверьте мне, поддерживают это направление. И наш город многонационален, и это лишняя ступенька и лишний, кажется, грамм цемента, который скрепляет вот нашу общественность. А для воспитанников гимназии новый учебный год, как обычно, начнется с общей молитвы. Надежда Печоркина, Антон Берестенский, Служба новостей, «Импульс».